Недолго не было расставания. Цепи ливня вновь вернулась в политику. Если прежнее название ее партии называлось «Вперед, Кадима», то нынешнее называется «Тнуа движение». То есть, может быть, «Тнуа движение» это именно и есть, то «Вперед», которое было обозначено раньше. Глядя на людей, собравшихся в этом зале, видно очень много людей, которых я знал раньше по партии «Ликуд», потом по партии «Кадима». Сегодня они уже в движении под названием «Движение». Движение его сторонники говорят о том, что это, наконец, то слово, которое должно было быть сказано. Потому что Шерри Кимович старательно уклонялась от государственных тем, от тем, связанных с мирным процессом, стараясь отобрать голоса колеблющихся, стараясь взять голоса центристов и, может быть, разочаровавшихся правых. Цепи ривней идет именно по основным темам левого лагеря, идет говорить именно о мирном процессе, снова о мирном процессе, о государственном регулировании, не боясь этих слов. Вполне возможно, потому что главный арсенал, который она видит, она видит возможность отобрать голоса именно у левого лагеря. Поэтому так миротворчески и выглядят ее речи. Те, кому нравится эта партия, говорят, что да, нельзя скрывать, что главная проблема государства Израиля, это все-таки государственная проблема, проблема, связанная с палестинцами. Те, кому не нравится эта партия, говорят, что они поднимают эту тему только для того, чтобы отобрать голоса у левых, но не для того, чтобы принести лево-центрическому лагерю победу. Тем, кому нравится это движение, говорят о том качестве людей, которые здесь собрались. Цепи ривни, бывший лидер Кадимы, Амрам Митсный, бывший лидер партии АВАДА, Амир Перец, бывший министр обороны и лидер партии АВАДА, Эльзах Штерн, Мейк Штрид и так далее. Те, кому не нравится этот список, говорят о том, что это партия, куда собрались лузеры и бывшие, люди, которые один раз уже проиграли. Цепи ривни не дали, как полгода назад проиграла праймерис в Кадиме. В прошлом году Амир Перец и Амрам Митсный проиграли пары праймерис за лидера партии АВАДА. Фактически это бывшие лидеры, которые проиграли праймерис за первый по своих партиях и создали партию новую. Может быть, новые партии в универе будут более удачные? Это звездная команда, как бы мы к ней ни относились. У нас команда действительно сильных людей и очень известных, и обладающих достаточно большими способностями. И такой концентрации действительно сильных людей трудно найти. Их русский список иногда вызывает сомнения, иногда вызывает критику, иногда вызывает вопрос, а почему эти? Но, собственно, любой русский список в любой партии вызывает вопрос, а почему именно эти люди? Сегодня мы смотрели, как русскоязычные представители списка движения входили в зал. 17 номер Дина Марголина, 10 номер Ари Цуарес. Единственный человек из списка, который не вошел в зал, хотя его объявили, и это было неожиданностью для организаторов конференции, был Роберт Тивияев. Это вызывает какие-то нездоровые слухи в аудитории, но мы не знаем, почему это произошло. Здравствуйте, Дина Марголина. Здравствуйте, Давид Эдельман. Вы оказались на 17-м месте списка, это было для вас удивлением? Что именно? Что я оказалась в списке? Нет, я к этому шла целеустремленно. Но еще в день составления списка, где-то часов 12, по сообщениям прессы, вы отрицали такую возможность? Нет, ну я не то, что отрицала. Во-первых, я не отрицала, не хотела об этом говорить, потому что я всегда склонна говорить о чем-то свершившемся, а не до того, как это произошло. Когда была окончательная договоренность достигнута, тогда я подтвердила эту информацию. А вы можете сказать не только про вас, а вообще про список, который сегодня был представлен, по каким критериям он определялся? Во-первых, по каким критериям, не мне знать, потому что не я его определяла, но мне кажется, что в результате мы получили список, который действительно представляет самые разнообразные сферы в нашем обществе. Очень много людей с военным опытом, то есть людей, которые могут отвечать за вопросы безопасности, очень много людей с опытом решения социальных проблем, самых различных, начиная, естественно, от таких звезд этой сферы, как Амир Перец, и заканчивая Миров Коин, например, из Иерусалима, которая там занималась этим больше. На мой вкус, то есть достаточное представительство и молодого поколения, и среднего, и более старшего. То есть, по-моему, список как раз является такой мини-моделью израильского общества, настолько, насколько возможно этого добиться в рамках отдельно взятого политического списка. Ваш бывший коллега Давид Кон с Девятого канала сказал, что ему предлагали более чем реальное место в этом списке, но он не присоединился, поскольку ему мешало нахождение в списке Амира Переца. Вам не мешает? Мне не мешает нахождение в списке Амира Переца, мне не мешает ничьё нахождение в списке, а Давиду Кону я хочу пожелать удачи, так же, как и всем остальным своим бывшим и нынешним коллегам. Вопрос... То, что Цепи Ливни сегодня большую часть речи говорила о мирном процессе, это является главной темой партии? Мне кажется, во-первых, Цепи Ливни говорила не только о мирном процессе как таковом, она говорила о проблемах государственных. То есть, если мы разделяем предвыборную повестку дня на внутренние социально-экономические проблемы и на проблемы государственные, она сегодня действительно концентрировалась на государственных. Мне кажется, она сама объяснила, в чём причина этому, а именно в том, что без решения государственных проблем, без продвижения по отношению к решению Палестино-Израильского конфликта, к сожалению, довольно сложно будет решать экономические и социальные проблемы, потому что в конечном итоге всё завязано на тех же самых бюджетах, на каких-то других аспектах, которые вынуждены, на ресурсах, которые вынуждены растрачиваться на государственные проблемы, и их нельзя выделять на решение проблем внутренней сферы. Поэтому, собственно, она пытается преподнести нашу повестку дня. А именно, что государственные проблемы, проблемы решения Палестино-Израильского конфликта, они, в общем, по-прежнему являются, наверное, самыми важными, самыми жизненно необходимыми для государства Израиль. К сожалению, это так. То есть, если бы мы были Швецией, мы бы могли сконцентрироваться на более простых, экономических, практических каких-то вещах. К сожалению, мы пока не можем себе этого позволить. И Цепеливни, по-моему, призывает избирателей и всех граждан государства Израиль обратить на это внимание, потому что в эту предвыборную кампанию повестка Палестино-Израильского конфликта вроде бы как бы начала отходить несколько на задний план. С нашей точки зрения это, к сожалению, ошибочно. Ещё раз, мы были бы счастливы, если бы можно было заниматься чем-то другим, с той же силой. Вопросы последние 20 лет, во всяком случае, израильские левые партии, Авата и Мерец и другие стараются бегать выборами, говорить больше о социальных темах, о религиозных темах и как-то скрывать повестку, связанную с мигным процессом, с такими вместе, получить на этом голоса колеблющихся. Мы видим, что сегодня список Цепеливни идет с открытым заправом именно в эту тему. Она не хочет получить голоса колеблющихся и центрийские голоса. Вроде бы она говорила как руководитель Мереца, а не как руководитель Центрийской партии. Ну, во-первых, я не согласна с определением, что она говорила как руководитель Мереца. Давайте сначала вашего вопроса начнем. Значит, то, что те партии, небольшие партии, кстати, они количественно небольшие, которые выставляют вперед в повестке дня свои вопросы внутренние, социально-экономические, допустим, это вполне понятно. Их лидеры не претендуют на пост премьер-министра. Соответственно, они не могут государственные важные вопросы, такие самые, так сказать, важнейшие для государства выставлять вперед. Им это ничего не даст. Партия Мерец, которая набирает 4, 5, 6 мандатов, я имею в виду не в эту кампанию, а вообще в принципе, что ей даст выставлять вперед вот именно государственную повестку дня. Естественно, она пытается сейчас уже людей привлечь другими темами, более близкими, более каждодневными. Партия от НУА во главе с Цепеливней претендует на то, чтобы составлять коалицию. Цепеливня претендует на то, чтобы быть премьер-министром. Лично я очень надеюсь, что так оно и будет. И, соответственно, повестка дня, которую она представляет, она другая изначально. Потому что было бы довольно странным, если бы она в основном концентрировалась на вопросах внутренних. А также, мне кажется, наверное, в первую очередь составом списка, список, в котором состоит Амир Перец. Он не может заниматься только государственными вопросами. Это человек, который, это последняя его самая громкая должность, да, это министр обороны. Но человек, который всю свою жизнь посвятил борьбе именно за экономическую сферу, социальную сферу. И, кстати, на мой взгляд, довольно незаслуженно в некоторых моментах оценивается, в том числе и русскоязычной общиной. Этим присутствием этого человека в списке, по-моему, все сказано. Все приоритеты расставлены. Вопрос. Цепеливни очень часто называют в последнее время сорокой воровкой левого лагеря. То есть она умудряется красть глаза у левых партий, вместо того, чтобы расширять левоцентрический блок. В прошлый раз, как мы помним, из-за этого, допустим, на голосах, которые были взяты в Мереца, в Кнезет вошла ультраправая Юлия Шамалова-Берковича. Не получится ли такое же в этот раз? Ну, во-первых, мне принципиально не нравится терминология, которую вы используете. Красть, голоса. Цепеливни ни у кого ничего не крадет. Цепеливни, насколько нам известно от самой Цепеливни, предлагала всем представителям левого лагеря, левоцентрического лагеря, с собой сотрудничать. Эти договоренности не были достигнуты, насколько мы знаем, от самой Цепеливни. Не были они достигнуты в основном по вине других партий. Я бы не стала причислять ее однозначно к левому лагерю. Мне все-таки кажется, что это центристская партия. Поэтому какие претензии? Это не повод, что будут, скажем так, говоря языком политтехнологов, отщипнуты голоса там или здесь. Это не повод не занять нишу очень важную и, самое главное, гигантскую, а именно нишу альтернативы действующей власти. И то, что она эту нишу заняла, и то, что она этот шанс использовала, и то, что она приняла в конечном итоге решение баллотироваться на этих выборах, по-моему, это было решение совершенно правильно. И с ее появлением в этой предвыборной кампании появилась альтернатива действующей власти, чего до сих пор не было. Теперь последний вопрос. Это бывшие журналистки и бывшие пиарщицы. Все присутствующие здесь русские журналисты, русскоязычные журналисты, которые пришли, сказали, что никто из них не получил ни пресс-релиза, ни звонка, приглашающего сюда. И они задавались таким вопросом. В движении не нужны русские голоса? Русскоязычные журналисты, и об этом неизвестно ни понаслышке, очень скоры на выводы. Значит, естественно, русскоязычные голоса нужны, нужны не меньше, чем всем остальным, и, возможно, даже больше. Дело в том, что руководитель предвыборного штаба был назначен сегодня, произошло это два часа назад. А кто назначил? Назначил его, естественно, руководитель движения. А кто назначен руководителем? Руководителем предвыборного штаба назначена цепь ливня. Насколько я понимаю, также была выбрана сегодня, так я поняла, все это происходит, как говорят на иврите, каламбурно, тох кидейт нуа. Вот именно так это все происходит. По ходу движения. По ходу движения, все в центноте. Поэтому, как бы, не ожидайте многого. Давайте поговорим на тему о том, нужны или не нужны русские голоса через пару дней, когда все будет раскручено. Спасибо. 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 Спасибо.